МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Обзор главных событий среды и некоторые темы, которые на сегодня имеют особое значение для нас с вами, уважаемые сограждане. Сейчас взорвем. Рязанские полицейские ищут псевдотеррористов и предупреждают закон к таким хулиганам суров. Здесь помню, а здесь не помню. Налетчик рассказал полицейским о том, что он успел забыть после попытки ограбления магазина. Кнопки жизни 10 рязанских ветеранов опробуют на практике, как работает система экстренного вызова оперативных служб. Ну а теперь обо всем этом и не только подробнее. Фальш-минирование рязанских гипермаркетов продолжается. Сегодня утром объектом внимания хулиганов стал торговый центр «Лента». Чьи-то шаловливые ручки пристроили в корзинку, где носит покупки, записку с текстом о скором и неминуемом подрыве ленты. Да и все тут. Понятно, что всех сотрудников магазина отправили подальше на улицу, вызвали полицию, но, коротко говоря, все по инструкции. Сочувствуют коллегам и работники других рязанских супермаркетов. Они тоже скрипят зубами в сторону записочной шпаны. Такие шуточки могут дорого обойтись как самим хулиганам, так и в случае несовершеннолетия лжетеррористов. Их папам-мамам штрафы будут немалые, а уж ремня по известному месту вообще досыта. Строго говоря, такая шутка квалифицируется законодателем как уголовное преступление, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, ответственность за которое предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание за данное деяние предусматривает крупный штраф и лишение свободы до трех лет. Независимо от возраста подростка, на его родителей в связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией проведения специальных мероприятий по проверке поступивших угроз. Как правило, таких шутников вычисляют, особенно когда справедливый гнев по поводу подобных выходок проявляет высокое начальство. На вчерашнем заседании правительства губернатор Олег Ковалев сурово напомнил, что законодательство квалифицирует это как уголовное преступление, и уже с 14 лет за него предусмотрено наказание в виде крупного штрафа и лишения свободы. И еще, сегодня один из рязанских информпорталов дал информацию, что по сведениям рязанцев в некоторых школах областного центра полицейские собрали школьные тетрадки у старшеклассников, сверять почерк с взрывными записками. Эту информацию в УМВД сегодня не подтвердили, но и прямо не опровергли. На правительственном заседании руководители региона вновь обсуждали вопрос об охранных зонах в Рыбновском районе, конкретно в Есенинских местах. Отчитывалась комиссия, созданная по поручению губернатора. Первое. Установлено, что постановление регионального правительства, регламентирующее границы охранных зон культурного наследия в районе сел Константиново, Пощупово и Костино, соответствует действующему законодательству. Второе. На заседании принято решение о создании объекта «Достопримечательное место», который включит в себя гораздо более обширную территорию, чем та, что определена постановлением федерального правительства шесть лет назад. Рабочую группу по созданию упомянутого «Достопримечательного места» возглавит вице-губернатор Сергей Филимонов. Под его началом специалисты музейного дела, архитекторы, историки, общественные деятели Есенина-Веды определят границы, предметы, режим охраны и ряд других параметров. Итоги будут представлены на рассмотрение губернатора в виде проекта постановления правительства Рязанской области. Теперь к другим темам. Сегодня городские власти быстро и деловито закрыли для проезда транспорта Лыбецкий бульвар. По сути, он и раньше был определен как пешеходная зона, даже знак стоит. Но если бы наши автомобилисты строго реагировали на запрещающие знаки, то жили бы мы с вами тихо, спокойно, как в бюргерской Германии. А не так опасно и нескучно, как на родимой сторонушке. Вот и пришлось мэрии на Лыбецком ставить более серьезные запоры, чем знак. Наблюдала за этим процессом Оксана Тебенихина. Проволыбецкая является улицей, наиболее загруженной в будние дни, стоящим транспортом. Офисов полно, а парковки нет и в помине. Поэтому работникам предприятий приходится оставлять свои автомобили внизу, в пешеходной зоне. Лыбецкий бульвар у нас является пешеходной зоной. И, соответственно, было проведено обследование этой территории на предмет несанкционированной парковки, транспортных средств на пешеходной зоне. И по результатам этой проверки было принято решение оградить пешеходную зону ограждающими конструкциями для того, чтобы предотвратить как уничтожение тротуара, так и зеленых зон транспортными средствами со стороны улицы Проволыбецкой и со стороны Мюнстерской. И соответствующий контроль дирекции благоустройства, которая будет осуществлять эти работы, будет также осуществлять и контроль. Ограждения и шлагбаум будут установлены вдоль проезжей части. И все, машинам встать негде. Таким образом, получили реальное воплощение мечты многих горожан видеть Лыбецкий бульвар пешеходной зоной. Вообще, противостояние пешеходов и автомобилистов – вечная тема, даже когда речь идет о стоящем транспорте. После пешеходной победы на Лыбецком уместно будет вспомнить и о городском парке у филармонии. Здесь даже запрещающих проезд знаков не наблюдается. Кстати, при упоминании об этом репортерами Юрий Анатольевич был искренне удивлен и пообещал ситуацию изучить и взять на контроль. Так что, возможно, не за горами шлагбаум и на въезде в Рязанский горпарк. И это было бы справедливо. Недавно, а именно в начале декабря прошедшего года, в Рязани состоялась презентация пилотного проекта «Кнопка железни». Так романтично называется, весьма практичная и необходимая вещь, а точнее целая система вызовов экстренных медицинских и других служб. Предназначена «Кнопка жизни» в первую очередь для престарелых и во многом беспомощных горожан, которые не в состоянии даже набрать номер телефона скорой или, скажем, МЧС. Сегодня первые «Кнопки жизни» вручили ветеранам-защитникам Отечества. Проходило это в Рязанском военном госпитале. Социальный проект «Кнопка жизни» уже опробован и внедрен в крупных городах России. С недавнего времени он пришел и в Рязань. Суть его в том, что человеку с ограниченными возможностями на руки выдается электронный прибор, по которому он в случае острой необходимости может вызвать специальные службы. Прибор этот внешне выглядит как обычный мобильный телефон. Только на боковой панели в него встроена большая красная кнопка для связи с оператором. При нажатии она издает характерный звук. Очень удобно для тех, кто болен, для тех, кто живет один, и для тех, о ком заботятся родственники, просто не могут прийти вовремя на помощь. Десять рязанских ветеранов Великой Отечественной войны и труда получили новые электронные приборы. Нам доходчиво и подробно разъяснили, как пользоваться этой кнопкой жизни. Я думаю, что она поможет, в главном поможет сохранить здоровье, жизнь в некоторых критических ситуациях, которые, к сожалению, у нас случаются. Как обещают работники госпиталя для ветеранов, если проект «Кнопка жизни» окажется успешным, то в него обязательно будет вовлечено как можно больше рязанцев из тех, кому срочная помощь бывает жизненно необходима. Сегодня в Рязани в доме Салтыкова Щедрина прошел вечер памяти митрополита Симона. Отец Симон три десятилетия был правящим архиереем Рязанской епархии. При нем значительно приумножилось количество приходов, открывались монастыри, было основано Рязанской духовной училище и православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. Да много еще чего доброго и важного для духовной жизни, в Рязанской области сделал этот человек. В 2003-м отец Симон, будучи уже очень пожилым, удалился на покой в Николобабаевский монастырь Гераславской епархии, а спустя три года скончался и был похоронен на территории последнего своего жизненного пристанища. С каждым годом число тех людей, которые вспоминают митрополита Симона, все увеличивается, и сейчас уже проводятся подобные вечера встречи на памятные даты, связанные с митрополитом. Буквально несколько дней назад на одном из епархиальных мероприятий было принято решение о том, что в будущем, если Господь благословит и будет все хорошо, будет создаваться музей памяти митрополита Симона и, возможно, будет какая-то более-менее научная работа, связанная с наследием, связанная с воспоминанием и детальной прорисовкой жизни митрополита Рязанского Симона. А теперь о делах абсолютно противоположных понятию духовность. В магазине на Циолковского рязанские полицейские задержали самого что ни на есть настоящего, хотя и сильно нетрезвого, разбойника. Пришло сообщение в дежурную часть, преступник желает все деньги украсть. На этом стихи кончаются, начинаются суровые прозы, поскольку свои требования пьяненький дядя подтвердил самым настоящим пистолетом. Потом нападавший, уже пребывая в руках закона, вдруг захворал амнезией, но говорил о происшествии эмоционально, даже вдохновенно. Фрагменты видео первого допроса разбойничка у Натальи Новиковой. Рязанские полицейские на месте преступления задержали нетрезвого жителя областного центра, подозреваемого в разбойном нападении. В дежурную часть ОВД по городу Рязани поступило сообщение о том, что на территории Октябрьского района находится подозрительный мужчина с предметом, похожим на пистолет. По горячим следам сотрудникам следственной оперативной группы данный гражданин был задержан. Ему казался ранее судимый житель города, который привлекался ранее за совершение тяжких преступлений. В настоящее время человек задержан, проводится проверка. Сам задержанный ведет себя абсолютно непринужденно, в содеянном явно не раскаивается и даже имеет все шансы стать звездой Ютуба. А в магазине что делал? Ну не помню, что я делал. Зашел, наверное, зачем-то. Зачем? Ну, надеюсь, я там ничего не сделал такого плохого. Чего тебе предмет, похожий на оружие было? Да он не похожий, это было оружие. А что за ствол? Откуда я знаю? Нормальный ствол, только сжавый. А ты где его взял? Я же сказал, на Циолковского, где овраг. Ну? Ну, смотрю, валяется, взял. Дальше что? Я даже думал, он не стреляет. Ты его с собой взял, да? Ну да. Потом куда пошел? Ну вот потом пошел домой. А в магазин не заходил? Вот это не бог. Заходил, наверное, раз там был. Понятно. Только вопрос, зачем? Чего-нибудь давно купить заходил. Ничего не купил? Да не помню я. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Отличились и борцы с наркотиками. Сотрудники областного ВСКН, проверяя оперативные данные, задержали рязанца, который на даче хранил кило каннабиса, а проще говоря, марихуаны. Продолжает Оксана Тебенихина. Информация – один из самых важных нюансов в работе сотрудников госнаркоконтроля. Ежегодно с помощью сообщений граждан и сотрудников других ведомств наркополицейские изымают десятки килограммов вредоносного зелья. Буквально вчера, именно благодаря оперативному информированию о том, что в районе Рязани осуществляется реализация наркотиков, сотрудниками УФСКН был задержан мужчина, в дачном домике которого было обнаружено больше килограмма конопли. При обследовании помещения был обнаружен мешок с марихуаной массой 1 килограмм 200 граммов. Как выяснилось, хоть до знания данный наркотик был изготовлен из конопли, который произрастал непосредственно на этом участке осенью прошлого года. В настоящее время по факту хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. А буквально утром сегодняшнего дня на проходной одного из заводов был досмотрен работающий на производстве слесарь-мигрант. Добычей наркополицейских стал литр гашишного масла. В народе такой наркотический напиток зовется очень просто – молоко. Конечно, в кавычках. Интересным молочком намеревался запитаться азиатский специалист. Что и говорить. Подозреваемый, к слову сказать, наркопотребитель с достаточно большим стажем, был задержан непосредственно на проходной своего завода. И в телогрейке, в рукаве у него находилась литровая емкость с наркотическим средством гашишное масло. Масса и сухого остатка 117 граммов, что является крупным размером. Берегите себя, дорогие сограждане. Ну зачем выбирать между экономией минут и реанимации? Это к беспечным пешеходам. А зачем идти, понурив голову, изложив руки за спину прямиком в камеру? Это уже, сами понимаете, к терапегам-водителям. Жизнь вспять не повернешь, даже если ну очень надо. На сегодня все. Это о программе «Время говорить». Но через короткую паузу встретимся вновь в студии уже другой программы «Подробности». Сегодня мы даем интервью с областным министром промышленности, инновационных и информационных технологий Михаилом Прониным. Накануне он рассказал о том, что же несет рязанцам цифровое телевидение, которое недавно было у нас торжественно запущено. И что нас всех ждет в этой связи в ближайшем будущем. Итак, увидимся в подробностях сейчас и в программе «Время говорить» завтра. Все произойдет, как обычно, в эфире телекомпания «Город». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин